ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Знаете, вообще есть такое отличие западного богословия от восточного богословия, если в западном богословии все так по полочкам, по той самой доктрины, что мы говорили, а в восточном богословии все основано на частном богословском мнении. Вот есть, допустим, старец такой-то, он считает так-то, а у нас что-то вместо получается. Мы участники возрождающегося мессианского движения. Некоторые вещи, я могу сказать так, меняются во мне с течением времени, меняются в тебе, в днем, в другом, и это вещь, которая динамика. Это динамика. Это жизнь. Итак, вопрос свеженький, только поступил, еще горячий, не успели его рассмотреть толком, хотя некоторые из нашей команды уже пытались на него даже и ответить, но тем не менее мы задаем его здесь. Вопрос по поводу шаббата. Для меня, как для верующей в Ишо, очевидно, женщина задает вопрос, но не еврейки, является ли, наверное, так правильно сказать, заповедью соблюдать шаббат? Вы знаете, я вам отвечу очень стандартно, но это будет небольшая предыстория. Здесь в Хайфе когда-то жил такой человек Даниэль Штейн, может быть, я путаю его фамилию, он был католическим священником, он пришел к вере в Польше, он еврейский мальчик, которого чуть не убили нацисты, и его спрятали католики, и потом осознанно, не то, что его там насильно чего-то, он осознанно пришел к вере, приехал сюда, в Израиль, и здесь, он давно умер уже в Хайфе, он был руководителем, пастором католической небольшой общины. Другом его детства был не предыдущий, а предпредыдущий римский папа. И одна писательница в своей книге описывает историю, не знаю, насколько эта история была корректна, но история мне понравилась, поэтому расскажу. Посещая в очередной раз Рим, этот Даниэль был приглашен к папе, как к приятелю, не как к папе, как к приятелю. И на встрече, когда он пришел в его личный апартамент, и папа его спросил, ну, как дела, манишма, как там дела у вас на Святой Земле? И Даниэль ему сказал, а Даниэль, будучи католиком на Игре, был ярым сионистом, он говорит, не на Святой Земле, а нейтральные христиане часто называют Израиль, Холиленд, типа, святая. Они называют, типа, чтобы нейтральные, чтобы никого не обидеть. И он говорит, не Холиленд, а Израиль. И тот повторил, да, да, я понял, ну, да как там дела на Холиленд? И ему Даниэль отвечает второй раз, не Холиленд, а Израиль. И папа немножко напрягся и говорит, я все понимаю, но я руководитель большого корабля. И если я резко поверну руль, то корабль перевернется. Мне вот этот ответ, не знаю, был ли это реальный ответ, или автор этой книги просто сочинила, но ответ классический. Писания говорят нам, что с одной стороны, шаббат это четкая заповедь от Творца нисходящая и четко к Израилю. С другой стороны, если люди приходят к вере в Бога, Бога Израилева, насколько они должны подчиниться? Тем более, что предшествуют 2000 лет, ну, не 2000, а 1500-1600 лет, когда церковь силовым образом через какие-то каноны, через какие-то съезды, советы пыталась отделиться от всякого еврейского и пытались внедрить свои празднования, в том числе, многие из них чисто языческие, или даты совершенно неправильные, какие-то странные. И шаббат попал под эту же опалу. И мы должны, мы веруем в Иешуа или в Иисуса, мы в воскресенье и все. Вы знаете что? Бунт на любом корабле устроить очень просто. Выровнять потом проблематично. Если вы такой ревностный, верующий, считаете необходимость шаббата, то соблюдайте этот шаббат. Шаббат, в конечном итоге, для человека, не человек, для шаббата, так сказано. И делайте это, чтобы вы стали источником мира, а не источником противодействия. Потому что иногда мы дерзаем разрушать чужие культуры. Я не всегда вижу, что если эта культура не явно демоническая, то ее нужно разрушать. Вот такой вот ответ. То есть, если у вас есть возможность соблюсти шаббат, то соблюдите его. Ну что значит, вы соблюдете шаббат? А вы знаете, как его соблюдать? Вы прочитаете на страничке ультратоксального раввина, как соблюдать? Да никто из израильтян, я имею в виду более-менее религиозно-светских, не соблюдают его так. Только какие-то определенно закрытые эти вот. Хотите, соблюдайте. Даст ли это вам что-то, кроме внутреннего раздражения? Чтите день сей. Приближайтесь к Господу. Имейте время со своей семьей. Отлично. Можете других правильно научить. Правильно, супер. Но если вы своим статусом вызовете балаган на корабле, то что вы получили? Можно как бы пытаться исполнять целую массу вещей, но душам других людей просто повредить. Поэтому здесь, наверное, самый первый призыв – попросите у Господа мудрости. Правильно ли соблюдать шаббат? Для Израиля – абсолютно. Для вас – по возможности, да. А как вы это сделаете на практике, это уже будет зависеть от того, какую мудрость вы получите от Господа Бога. Ну и здесь пока эта тема открыта. Другой вопрос в продолжение. Может ли замужняя женщина встретить шаббат с детьми сама, если муж находится вдали от дома? Вот такой практический вопрос. Да, немножко так это. Почему нет? Не знаю. Наверное, может быть, календарь трудно перевернуть. Да, нет. Она села со своими детьми, зажглись шаббатные свечи, которые являются тоже чисто традиционной вещью. Писание ничего про свечи не говорит. Благословили еду, благословили вино, помолились за мальчиков, помолились за девочек. И так принято в еврейском этом, помолились за жену, за мужа. И имеют удовольствие, почему нет? И мужу хорошо, что за него помолились. Естественно, конечно, абсолютно. Здесь вообще не вижу никаких проблем. Ну вот, простые вопросы, простые ответы. Движемся дальше. Вопросы поступают вот такой, например. Как относиться к христианам, которые живут в языческих праздниках? И как поступать, если тебя приглашают на эти праздники, такие как Рождество или Пасха? Ну, имеется в виду языческое праздник. Да, я понимаю этот вопрос. Опять-таки, это сложный, на самом деле. Вот это вот, наверное, посложнее вопрос, когда тебя куда-то приглашают. Без сомнения, Истер или Пасха – это не Песах. То есть ничего общего между яйцами, кроликами и Песахом? Да, нет. И яйца, и все, что там, куличи – это символика фалоса, и это символика культа плодородия. И Истер, по всей видимости, это не другое название Песаха, а это от Ашторет происходит, богини плодородия. Так, по крайней мере, я слышал. И Рождество – это связано с поклонениями языческим богам. В одной традиции это Осирису, в другом это Солнцу, да, Митра и другие вещи, которые подтянули, чтобы вставить их. Поэтому, когда оно сопряжено явно с элементами язычества, ну, я бы посоветовал, наверное, избегать и попытаться научить людей объяснить им. Но опять-таки, максимально в мире и максимально мудро. Потому что разжечь просто, потушить тяжело. Это я уже руководствуясь определенным опытом руководителя мессианской общины, я связан с другими общинами. Зажечь очень просто. Но исправляться, я думаю, всегда важно. Допустим, что делают в школе, когда ученик плохо преподает. Пытаются, понимают, его пытаются исправить. Но другая проблема, когда в школе плохо преподает преподаватель, и когда он рассказывает теорию Дарвина. Как единственно правильно. Да, как единственно правильно. То есть, как быть здесь. Нужно проявить какую-то мудрость. Всегда проявление этой мудрости будет иной. Но нам, как верующим, есть четкое призвание. Во-первых, воздерживаться от идолопоклонничества. Второе, быть благовестниками правды. И таким образом мы можем соблюсти этот правильный баланс. Если бы, спросите меня, пошел бы ли я на чествование Пасхи, там, где будут яйца и все такое, я бы не пошел. А вот как быть людям, которые живут сейчас где-то там, вот в той культуре, где царствуют, смешанное с язычеством христианство, получается, по сути, если человек идет, ну, как называется, светить эти куличи и яйца, он участвует в языческом культе. Я понимаю за всю ту проблематичность этой ситуации, но такая ситуация уже была 2000 лет назад. И праведный образ жизни тех уверовавших неевреев просвещал их же сородичей. Приходили, возможно, были области, где они могли сказать какие-то слова. Я сейчас вижу иной раз в Фейсбуке посты от людей, которые были настолько далеки от еврейских вещей, пастора, церкви, которые сейчас, ну, им и не нужно быть полностью еврейскими, но они отказались от множества. То есть просвещение духовное в имени Ешуа, оно всегда основано на благочестии, мире и небесной мудрости. Это вот я желаю людям, когда они, ну, вот если у вас напрямую там какое-то застолье, и вы знаете, что это явно чего-то языческое, я бы избегал этих бы вещей, как ненужных. Ну, и это хорошая возможность тоже, наверное, людям рассказать правду, как оно на самом деле, использовать это как возможность. Да, и вы сейчас, сейчас эта информация вообще доступна. Вы в Google забейте любой вопрос, истоки этого праздника, истоки того, другого, вы получите массу ответов. И тогда вы делаете уже вывод, окей, я не хочу жить в этой темной части, я хочу ее просветить. Но, когда явное идолопоклонство, стоит просто умыть руки, отойти в сторону и все. Хорошо, следуем дальше. Скажите, пожалуйста, о происхождении шестиконечной звезды. Я слышал, что она взята тоже из язычества, и в Деяниях Апостола она названа звездой Римфана. Скажите, так ли это? Окей, у меня нет такой информации. Сколько читал Деяния Апостола. Я не думаю. Во-первых, смотрите, много из символики, пятиконечная звезда, шестиконечная звезда, даже не в еврейском контексте будет сказано свастика или еще чего-то. Это древние символы, которые чаще всего несли более-менее нормативную информацию. Теперь, сколько людей берут обычную Библию, допустим, христианскую Библию, на которой крест, и они ее переворачивают вниз. И вот это уже... То есть мы можем облечь в добро и в зло практически любой символ. Но я не знаток большой символизмов, по поводу шестиконечной звезды я ничего плохого никогда не слышал. Ну, понятно, есть люди, которые говорят, что это жидомасонский заговор, еще какая-нибудь ерунда. Но там без рептилоидов никак. Это сейчас для Фейсбука специально, для наших подписчиков. Вообще никак. Я считаю, что это полная ерунда. Таким образом мы можем взять любое доброе и, перевернув через голову, сказать, что оно не доброе. Ну, по крайней мере, по шестиконечной звезде это такое. Я думаю, самое важное это то, что мы будем вкладывать в этот символ, если он изначально не языческий, если он изначально не... Про шестиконечную звезду она всегда с древних-древних времен ассоциировалась с еврейством, израилем, звездой Давида. И вот так она всегда... Я как-то даже видел в интернете фотографию щита Давида. Может быть, есть люди, которые связывают это небесное, земное, по-разному это связывается. Я не уверен. Мы можем такую логистику вкладывать в любое. Просто пофантазируйте, вы наклеите это на любую вещь. Это вы знаете, как некоторые говорят, зеленый цвет – это цвет ислама. Да, ну да. Тогда не ложитесь в зеленую травку отдыхать. Или отдайте им этот цвет. Я чувствую, нам сейчас очень много лайков будет от последователей ислама. Мы приветствуем вас также, дорогие друзья. Итак, почему ваша община признает... Вот вопрос серьезный, богословский. Почему ваша община признает Троицу как христианские деноминации и секты, а не так, как учит иудейская традиция Тора и Ешоа Мессия в Шма? Ну, в имени я так понимаю. Окей, давайте я вам так скажу. А кто вам сказал, что мы именно так или не иначе? Я что-то такого не особо помню. Я вам так скажу. Мы, ну, по крайней мере, в Шавей Цион про Троицу вообще никогда не говорим. И я, лично я этот термин вообще не люблю. Для меня он нереальный. Я вижу из Писаний другую картину. И вообще, я считаю, это чуть ли не богохульство, когда мы заходим в толкование того, кто есть Господь Бог. Пытаемся его препарировать. Препарировать его. Вы знаете, большинство из нас даже не понимает, что в человеке есть. Мы, многие из нас, прочитали когда-то книгу Йонгичо про там дух, душу и тело. Трихотоническая структура. Да, да, да. И потому что апостол Павел сказал, да будут благословлены дух, душа и тело до пришествия Господня, что вот типа мы – это дух, душа и тело. На самом деле, в еврейском подходе есть еще, как минимум, несколько составляющих в человеке. Есть нишима, есть ехида, есть по-разному эти вещи рассматриваются. Вещи более глубокие. Про них также записано в Священном Писании. И, а почему же те части Павел не призвал на них божественного благословения? Ответ прост. Наверное, они находятся всегда в единении с Господом и не нуждаются быть благословленными. А наша дух, душа и тело, которые как бы в этом миру двигаются, соприкасаются с чистотой этого мира, с мыслями этого мира, с эффектами этого мира, нуждаются в божественном благословении, то бишь защите. То есть я вам сейчас привел пример непростой, но показывающий, что внутри человека есть много больше, чем вот эта простая тройка. И по отношению этой тройки, как бы была создана вот та тройка. Мы не знаем, что в человеке, как мы можем про Господа Бога говорить вообще. Вы знаете, в иврите есть такое выражение эманация, то есть Богоявление, как Господь себя раскрывает. Я знаю, что эта тема немножко скользкая, о которой я сейчас говорю, и я про эти вещи вообще стараюсь не говорить. Почему? Написано, Господь Богу, приходите с благоговением. Приходите к Нему во имя Господа, Ешуа, посредника, который раскрывает дорогу. А какой Он творец, особенно троица. Я этих вещей пытаюсь как бы дистанцироваться. Еще раз повторюсь. Эманация – это как Бог раскрывает себя людям. То есть Он же невидим, не может увидеть Господа Бога человека и остаться живым. Даже ангелы, ангелы, написано в Откровении Исаии, стоя перед Его престолом, обжигались. И закрывали там эти Серафимы, Херувимы, закрывали свои лица. То есть, но Господь Бог каким-то образом, являя себя людям, в некоторых местах Писания мы видим это явно, люди оставались живые. К примеру, в Бытие, третья глава, когда Адам и Хава прятались в кустах после грехопадения, там на иврите написано, «И услышали глаз Господа, ходящий по раю». Не Господа Бога, говорящего, а глаз Божий. То есть, слово... То есть, два рода... Выраженное слово. Это непонятно, но это не был Бог. Там написано «Коля донай луги металех». Глаз Господа ходил по раю. Я почти уверен, что когда Иоанн писал свое Евангелие, и когда он написал «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог», он ссылался как раз на этот текст. Потому что там написано «Слово ходило по раю». Это была эманация Бога. То есть, Бог явил Себя в какой-то части Адаму и Хаве, чтобы они не погибли, но чтобы донести до них суд, и донести до них какие-то вещи. В другой раз мы встречаем, когда... Ну, я говорю, из видимых вещей. Когда Моше видит горящий куст. И из куста... Это не был... Может быть, там был куст, но там было что-то еще. И это была эманация Господа, который сказал «Я изменю Бог твой, который...» Я тот, тот, тот и тот. Мы видим нечто подобное, когда Иисус Навин. Это эманация. Когда Иешуа приходит, Он говорит «Видевший Меня, видел Отца». То есть, Он заявляет явно о своей божественности или о своих каких-то... Ну, там есть другие места, которые про божественность, наверное, более явно говорят. Но это эманация. Это представление. Для чего? Чтобы мы исполнили страха Господня и приблизились к Богу в почитании. А вот этот концепт «Отец, Сын, Святой Дух» я лично, для меня эти вещи, ну, как бы, не важны. И если кто-то таким образом понимает, нормально. Если кто-то не понимает, ненормально. И поэтому, если говоря про нашу общину, мы на эту тему вообще не разговариваем. И я могу вам сказать, сколько? Лет 12-15. Скажу, с чего это случилось. Я помню, однажды был приглашен в одну общину проповедовать. И я выбрал тему про Троицу. И я сравнил Бога с Солнцем. Физический объект на небе, который светит и греет. То есть, ну, как бы, и физический, и еще свет, и тепло. Я помню, как я сказал эти слова. Я таким вдруг почувствовал, как я физически исполняюсь ужасом. Когда я сказал эти слова. И я с тех пор никогда в эту тему стараюсь не лезть. Вам я сейчас дал, как бы, ну, какие-то там намеки. Каков Он творец? Он нас бесконечный, непознаваемый, великий, творец всего, Рахман, любящий до тысячного поколения, но не оставляющий вину отцов, выведший Израиль из рабства, совершивший искупление через Своего Сына для всех. К Нему мы можем прийти во имя Иешуа. Он наполняет нас имруаха кодеш. А что нам еще надо знать? Как Он из себя устроен? Да, ангелы это не могут понять. Да, более мудрые не могут понять. А мы пытаемся разобраться с этим. Слушайте, до этого, Михаил, вы задали мне вопросы, как шаббат соблюдать, как заповедь соблюсь, а какую из них, а в какой пропорции. Люди, да мы же человеческое не знаем как. А мы пытаемся дотянуть туда. Если не знаем земное, как говорите любезно. Поэтому я придерживаюсь простой формулы. Кто приходит к Отцу во имя Мое, принят. То есть Ишуа дает четкие характеристики. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам. Кроме Ишуа Мессии. Через Него мы приходим к Отцу. И мы в Израиле, ну по крайней мере, мы здесь учим молиться. Небесный Отец, я прихожу тебе через посредничество. Либо имя Ишуа, через посредничество Ишуа. Услышь меня. Так, так и так. То есть вот это самое Шерезия Башма, во имя. Поэтому вопрос не в ту сторону. Есть вообще интересное было в свое время течение апофатическое богословие, когда люди признавали, что они не могут познать, каков Бог, и отходили от отрицания того, каким Он точно не является. То есть Он не имеет конца, бесконечный. Не искушается ложью. То есть у нас здесь есть разное. Действительно, мы в школе учим, что 1 плюс 1 равно 2, а потом в институте, кто там идет на высшую математику, узнает, что оказывается 1 плюс 1, если это бесконечности, равно 1. Такие бывают вопросы. Идем дальше, и у нас вопросы поступают и поступают. Как понимаете, как понимаете, Царствие Небесное усилием берется? То есть как понимаете этот стих? Что имеется в виду усилие? Может ли здесь иметься в виду усиленная молитва? Ведь очень много говорится о постоянных молитвах. Вы знаете, я этот стих, наверное, запараллелю с другой частью Евангелия, там, где Ешуа говорит о пяти умных и пяти глупых девах, которые претендовали на что-то. И очень часто вот их поведение наполнит светильники, молитвой связано или чем-то. Я не думаю, что это про молитву говорится. На самом деле все это больше связано с староеврейским подходом, говорящим о важности исполнения постановлений Господних. И здесь я опять приведу тот же самый пример, который уже делал. Сообщающиеся сосуды. Одно не опережает другой, одно не заменяет другой. Но наполняясь жизнью с небес, мы должны являть нашу жизнь наружу. Это и есть наши усилия. Это и есть то, о чем писания бесконечно постоянно говорят. Исправление. Когда мы становимся в нашем мозговом подходе, когда мы меньше и меньше и меньше смотрим с вожделением. Когда хамданут, жадность понижается, понижается в нас. Когда мы становимся людьми, человеколюбивыми. Когда мы рассматриваем людей как тех, кого возлюбил Бог так, что сына своего отдал. То есть вот это и есть, когда в нас происходит вот это желание выплеснуть то, что мы получили. Опять-таки этот пример опять-таки есть. Пускай у вас набирается, чтобы из вас, из чрева вашего потекли реки воды живой. Это несложные моменты. И вот эти все усилия и все, это, вы знаете, есть люди, которые даровано молиться. Я знаю несколько людей здесь в Израиле, знаю за границей. Особенно корейские братья и сестры молодцы в этом деле. Они могут часами, три, четыре, пять, семь часов. И после этого, как глупо это будет выглядеть, он скажет, а я круче, чем ты. Я больше достигаю. Я больше молюсь. Ты тогда уже нарушил, перечеркнул все. Да, они не похвалились. То есть это Господь Бог видит. Поэтому, если мы наполняемся от Него, в нашем взаимоотношении с внешними проявляется вот это усилие. Потому что на самом деле Господу Богу, ну, как в Туре написано, разве мы можем, или в Псалмах, разве мы можем угодить Ему тысячами жертв? Таким же образом, если я пожертвую ему кучу денег, угожу ли я Ему этим? Ищет Господь Дух сокрушенный. Когда, ну, сокрушенный, это в смысле не гордый, простой. Когда мы не разрываемся, вот я, но когда наше сердце зовет меня молиться больше, это классно, если ты можешь подчиниться этому призыву. А если твое сердце зовет себя пойти и помочь твоей соседке, которая рядом живет, и загибается, потому что ей не хватает помощи, у нее там куча детей, и муж сбежал от нее давно. Вот, пойди и помоги, и этим ты добираешься больше до Царства Небесного. То есть усилия бывают совершенно разные. Ну и в свете этого интересно, опять-таки на правах рекламы, напомнить, что у нас здесь в Шавей Цион есть молитвенная комната, специальная, особенная, в которую можно прийти и приехать из разных стран, провести здесь некоторое время в молитве для молитвенников, кто этим живет. Может быть, пару слов перед тем, как мы пойдем на рекламу, можно сказать об этом? Да, я скажу. Молитвенная комната – это то, что Господь повелел нам сделать, и мы приглашаем тех людей, даже не поодиночке, а это могут быть 3-4-5 человек, которые приезжают в Израиль и хотят не только здесь попутешествовать, но искать Господа Бога, спейс, место мы даем. Вот прямо сейчас у нас здесь группа из Шотландии, люди, которым Господь просто сказал, поезжайте на это время, они увидели нашу рекламу таким же образом, приехали, и сейчас чувствуют просто благословение, зовут, чтобы мы сейчас побежали к ним, пообщались. Так что приглашаем и вас, ну а сейчас минутка рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова